803 группа по программированию на Пайтоне. Закончили мы в конце мая. Меня зовут Англебрегенов Зуфар. Я выпускник даты. Мы проходили курс 6 месяцев. Первые три курса мы проходили синтаксис самого языка Пайтона. Там объяснение, как что выполняется и внутренние правила этого языка. Потом с 4 по 5 месяц мы начали изучать фреймворк Iogram. Фреймворк Iogram используется для создания телеграм-ботов, чат-ботов, для продажи, для еще каких-то разных целей. Можут существовать любые цели, для того, что реализуемо, для коммерческого пользования. Потом с 5 по 6 месяц мы начали изучать Django и Django REST API. Это фреймворк для создания веб-сайтов. Django используется для создания фулл-стэк фреймворк для и фронт-энда, и бэк-энда. Так как я не особо увлекаюсь фронт-эндом, я выбрал Django REST API, просто строю API и отдаю это фронт-энд части, а они сами это выполняют. После окончания курса я 3 месяца работал только на портфолио. Все лето я провел под тем, что я делал сайты, боты и все такое разное. В общем, летом я занимался, вот эти вот 3 месяца я занимался только для портфолио. Там сайты, боты и все такое я делал. И иногда я давал свои наработки бесплатно, чтобы взять клиентов. И потом где-то в начале, а нет, в конце августа я нашел клиента, но я нашел их не по этим сайтам Кворк или Апворк, не через это, или Хэхэру, нет. Я нашел его по каким-то чатам, по библиотекам и вообще по сути программирования. И я, короче, с ним обсудили действия в Телеграме, да. И потом, ну, на взаимодоверие мы начали работать, первый проект с ним. Это человек с России, на фрилансе, типа, можно сказать, работал. Вот, он заказал у меня, он заказал у меня парсер, но на тот момент в дате такой библиотеки нас не обучали. Ну, специфическая библиотека, которая не используется, типа, для обычных пользователей. Вот, и начал я изучать, и стимулом мне было то, что я, во-первых, научусь, и, во-вторых, мне за это деньги еще дадут. Вот, и я начал изучать и научился парсингу групп. Типа, я беру данные пользователей, определенно какая-то группа, там тысячи человек, я беру данные, и эта компания использует для таргетинговой рекламы. Типа, если что-то им интересно, они смотрят на это, ну, типа, бигдата называется, аналитика, да, таргетинговый маркетинг. Типа, если вам интересно что-то, например, вам интересны камеры, то они будут рекламировать через Телеграм камеры. Вот так вот. Вот, я уже с сентября по нынешний месяц, ноябрь я уже работаю, ну, где-то уже три месяца почти. Он единственный клиент, но то, что я с ним уже сделал в проектах восемь, восемь проектов, там в основном боты, я сделал ему три бота и три скрипта. Скрипт – это кусочек кода, но он, это для парсинга. Так, в общей сложности, если в пересчете на доллары, мы с рублями это оплачиваем, и еще проблема была из-за того, что там санкции, вот. И в пересчете на доллары это где-то в районе 400-500 долларов за три месяца, да. Ну, в принципе, цену за обучение в дате я отбил, и это плюс. В будущем я хочу обучиться нейронным сетям, искусственным интеллекту. Но сначала все же нейронным сетям, потому что вот эти вот вещи, как машинное обучение или Deep Vision, машинное зрение, искусственный интеллект, они как матрешка собирать, и внутри, этап за этапом надо изучать. И к искусственному интеллекту доходит в последнюю очередь. Сначала надо обучиться вообще машинному зрению, как видеть машину, как научиться обрабатывать. Для этого вот сама библиотека называется OpenCV, но для того, чтобы начать изучать OpenCV, тебе надо еще, помимо него, начать изучать другие библиотеки, Pandas, NumPy. Вот. Вот эти вот сложности есть, но постепенно-постепенно надо обучаться. И будет проще. В следующем году я должен поступать уже, собирать. Я еще не определился с университетом, но точно это будет в IT-сфере, либо IT-парк, либо Тату.